С 1 июля 2019 года в законодательстве изменения, которые коснутся многих предпринимателей. На семинарии, что провели специалисты торгово-промышленной палаты, актуальные вопросы. Конечно, прежде всего это два вопроса. Это вопрос применения контрольно-кассовой техники, вопрос применения маркировки, каким образом заводить предпринимателям маркированную продукцию в свою систему. К сожалению, сейчас самая болезненная волна, как мы называем, для предпринимателей применение контрольно-кассовой техники, по сути, коснется всех. Исключений очень мало. Исключения – это предприниматели, которые оказывают услуги, индивидуальные предприниматели без наемных работников, оказывающие услуги, и предприниматели, которые реализуют товары собственного производства. По сути, все остальные, за небольшими исключениями, они должны будут применять. Как отметила Елена Александровна, с 1 июля в новом режиме будут работать практически все предприниматели. Исключение ИП. Привела примеры. Например, это ремонт обуви, парикмахерские услуги и так далее, машины, ремонт машин. Но, опять же, это должны быть только индивидуальные предприниматели, работающие самостоятельно. И реализующие продукцию собственного производства. Это вторая категория, вторая ветвь. Остальные все, к сожалению, должны будут быть оборудованы контрольно-кассовой техникой. Там есть еще исключения, например, продавцы мороженого. Но это совсем вот такие точечные исключения. Скажем, массовые предприниматели, они уже не будут касаться. Как работать с контрольно-кассовой техникой, где ее можно приобрести, система обслуживания. Это наиболее болезненные темы для предпринимателей. Интересовала и ответственность за нарушения в законодательстве. Вообще, конечно же, это штрафные санкции. Но по опыту предыдущих волн внедрения контрольно-кассовой техники, налоговая служба понимает, что это все достаточно сложно. Особенно для той категории, которая никогда не работала с контрольно-кассовой техникой. И, как правило, несколько месяцев дается для того, чтобы все-таки привести в соответствие с требованиями законодательства свою торговую точку. И если даже контрольные мероприятия ведутся, хотя чаще всего они не ведутся, но если даже ведутся, штрафы не накладываются. Поэтому я думаю, что предпринимателям дадут такую возможность все-таки оборудовать свою торговую точку в соответствии с требованиями законодательства.